МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие школьники, знатоки православной культуры, вновь сердечно приветствую вас за этим круглым столом. Старайтесь в жизни своей стремиться к добру и удаляться от всякого зла. Святой апостол Яков так говорит нам об этом. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудростью и кротостью. Пусть Бог благословит ваши добрые начинания. Бог вам помощь. Добрый день, уважаемые телезрители Симферопольской Крымской епархии, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, телерадиокомпания «Первый Крымский» приглашают вас стать участниками Республиканского конкурса знатков православной культуры «Зерно истины». Сегодня мы познакомимся с командой Анастасии Русаковой. Все ее друзья живут и учатся в городе Феодосия. Илья Заруцкий, Александр Бережной, Ангелина Зайцева, Нина Куранда, Вадим Попов, Евгений Загайнов. Ну а сейчас я хочу представить капитана команды, это Анастасия Русакова. Сегодня также, уважаемые телезрители, в нашей студии присутствует и команда клуба поддержки, клуба знатоков православной культуры. Это команда из города Судак. Давайте поприветствуем наших телезрителей и нашу команду, и пожелаем им успехов в ответе на 7 вопросов, которые прислали к нам вы, уважаемые телезрители. И первый вопрос выберет Илья Заруцкий. Я объявляю, первый раунд! Илья Заруцкий при помощи кнопки выбора вопросов и компьютерной программы случайных чисел выбирает задание номер один. Вопрос номер 6. Какой догмат мы можем найти в следующих словах царя и пророка Давида? Цитата. Словом Господа сотворены небеса и духом уст его все воинство их. Псалом 32, 6 стих. Какой догмат мы можем увидеть в словах Господа сотворение небеса и духом? Кто еще записал вопрос? Словом Господа, духом уст его и... Ну что там? Чего-то еще. Что такое догмат? Что такое догмат? Для начала, да. Ладно, ребята, давайте. Это учение. В чем... Получается, вопрос навычит, в чем суть. В чем смысл этого... 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 Это цитата. Итак, словом Господа, духом уст его и что-то еще. Сотворение небеса и духом уст его. Наверное, в том, что именно Бог создал. Ну, как бы, Бог создавал... А тут же имеется в виду вопрос? Шестое... Шестое... Можешь еще раз конец? По преданию, Бог создавал землю шестой. Давай нас. Догмат словом Господа... Этого... Ладно. И духом уст его. Я вообще не понял. И духом уст его? Кто ответил? Анастасия Русакова, у вас нет ответа? Есть. И кто ответит? Ответит... Царуцкий Илья. Итак, какой догмат мы можем найти в словах пророка Давида? Словом Господа сотворены небеса и духом уст его все воинство их. Господа небеса и духом уст его все воинство их. Илья, тебя сейчас выбрали в качестве отвечающего на этот вопрос. Каков же будет ответ вашей команды? Наша команда посоветовалась, и мы решили, что ответ будет... Ну и небеса и земля, все это сотворено Богом и словом, и духом его. Я не спорю, все сотворено Богом. Но что есть Бог? Тишина. Только Илья отвечает сейчас на вопрос телезрителей. Итак, Илья, все-таки, что есть Бог? Бог – это и есть Создатель. Илья, спасибо. Я не буду вас больше мучить. К сожалению, ваша команда не смогла дать правильного ответа. Потому что речь идет о догмате Святой Троицы. Бог-Отец ни от кого не рождается и ни от кого не исходит. Бог-Сын предвечно рождается от Бога Отца. И Бог-Святой Дух предвечно исходит от Бога Отца. Все три лица, или, как мы говорим еще иначе, ипостаси, личности Троицы, существуют в полном единстве, которое творит мир. Счет 1-0. Пока в пользу телезрителей. И я сейчас объявляю второй раунд. Второе задание для своей команды выберет Александр Бережной. Вопрос номер два. И это три вопроса из Ларца. То есть это три коротеньких вопроса на 20 секунд рассмышления каждой. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас сегодня не только команда за конкурсным столом, но и команда, которая находится рядом в студии. Это команда поддержки, команда клуба знатоков православной культуры из города Судак. И если наша команда знатоков будет испытывать необходимость при помощи клуба, то они один раз за всю игру смогут ее получить. Но только один раз. Итак, первый короткий вопрос. За всю историю она являлась два раза. Первый раз патриарху Аврааму, и второй раз преподобному Александру Свирскому. Кто же она? Время. Может, Богородица? 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 Богородица. Мама, Анна. Богородица больше раз являлась. Богородица больше раз являлась. Да, Богородица точно в пенще. Акшиша, Абрама. Анна, мать Богородицы. А может, Троица? Святая Троица? Троица. Выдавите, Абрама. Абрама, априарху. Время. 20 секунд застекло. Кто же она? Боже. На этот вопрос ответит, что это евангелина. Мы посоветовали с командой и решили, что это Святая Троица. И поэтому я сейчас зачитываю второй вопрос. Ну, перед тем, как его зачитать, я напомню, что патриарху Аврааму Троица являлась у маврийского дуба, и преподобу Александру Свирскому она явилась на месте будущего Александра Свирского монастыря. Вопрос номер два. На самом деле, в этот день не зима с весной, а Ветхий Завет с Новым встречаются. О каком празднике идет речь? 20 секунд. Благовещение Господне. Это встреча Ветхого Завета и Нового Завета. Аниматный, может, не сухо, что ли? Ну, это не совсем церковно. Как Благовещение и Благовещение. Господь, скорее всего, воплотимся в... Ну, с этого момента начинается жизнь Господа. А почему? Потому что это... 20 секунд из стекла. Капитан команды Анастасия Русакова. Кто ответит сейчас на этот вопрос? На этот вопрос ответит Вадим Попов. Наша команда считает, что это праздник Сретения. А кто дал эту версию? Я дал эту версию. И вы правильно это сделали, потому что это Сретение Господне. Когда Симеон Богоприимец встречает родшегося Бога Младенца Христа, и не зима с весной, а Ветхий Завет встречается с новым. А сейчас, внимание, третий вопрос. Чем, по слову апостола, евангелиста Матфея, берется Царство Небесное? Древе! Раскаивание может быть смирением, потому что... Чем берется Царство Небесное по словам? Добрыми поступками может быть любовь. Любовь? Раскаивание или милосердие? Верно-нежное. Верно-нежное может быть смирением, потому что тогда ты признаешь свои ошибки. Да, да, да. Раскаивание то же самое, что смирение. Ты признаешь свои ошибки и раскаиваешься. А кроткость. Капитан команды, кто ответит на этот вопрос? Ответит Александр Бережной. Наша команда посовещалась, и мы решили, что это раскаивание. Это нужное качество для спасения. Но вопрос стоял очень конкретный. По слову апостола, евангелиста Матфея, Царство Небесное силою берется. Ну, и силою духовную Царство Небесное нудится, а нужницы наследуют е. И поэтому я передаю сейчас свой микрофон клену Совета Старишин Протерею Алексею Стапову. Уважаемый ведущий, благодарим вас за возможность высказать свою точку зрения. Считаем, что раскаяние – это действительно и есть то самое проявление силы, направленное на исправление своей жизни от грешной жизни к жизни праведной. Поэтому просим вас засчитать ответ команды правильный. Ну что же, сейчас становится ничья 1-1. И для вас сейчас группа Петропавловской песни из города Симферополь исполнит песню «Крымская весна». Четырнадцатый год Нам подарил весну, цветущую российским криколором. В отеческую гавань, в родимую страну, Крым возвратился в айвым линкором. Пусть «Крымская весна» не пахла горохом, И кровью не пропитала была. Но как она нам бесконечно дорога, Она единство и свободу принесла. Она единство и свободу принесла. Крым празднует теперь два дня победы, И каждый со слезами на глазах. Победу в сорок пятом нам подарили деды, А мы вернули Крым в Россию навсегда. Пусть «Крымская весна» не пахла горохом, И кровью не пропитала была. Но как она нам бесконечно дорога, Она единство и свободу принесла. Она единство и свободу принесла. Пусть «Крымская весна» не пахла горохом, И кровью не пропитала была. Но как она нам бесконечно дорога, Она единство и свободу принесла. Она единство и свободу принесла. Она единство и свободу принесла. Я хочу напомнить счет. Один-один, пока ничья, И объявить третий раунд. И новое задание для своей команды. Уважаемые телезрители, Из присканных к вами вопросов Выбирает Ангелина Зайцева. Вопрос номер девять. Это телевизионный вопрос От отца Александра Гетманчик Из города Симферополя. Прошу обратить свои взоры. На территории кран. Здравствуйте. Я Ирия Александрович Мальчик. Священник Храма Трехсвятителей В городе Симферополь. И у меня к вам такой вопрос. В 2018 году Небесным покровителем Службы защиты Государственной Тайны Вооруженных сил Российской Федерации В священном начале Русской Прославной Церкви Благословилось считать того, Кто упоминается в книге Пророка Данила, А также в первой главе Евангелия от Луки. Итак, скажите, пожалуйста, Кто он, Этот небесный покровитель? Минута на размышлениях. Как, где-то, что пророк упоминал Его, и также апостол Матфей упоминал в Евангелии. Получается, Сергей, где-то еще в Кресе? Возможно, что это пророк Илья, но... В смысле, вооруженный силой России, да? Вооруженный силой России, да? Матфей, Иван Гавриил, и он, говорится, что это еще Мушаков или... Это и все современные... Да, потому что... Кто? Какой из пророков? Может, Николай... Не Архангел Гавриил, а кто? Кто еще на Рождество? Какой ангел? Небесный покровитель. Кто может быть небесным покровителем? Военных. Вооруженных сил. Это... Это... Ушаков Николаевичу, Николаевичу, Гавриил. Гавриил? Мушаков, не может, Михаил? Михаил, да. Михаил, да. Если бы... Георгий Победоносит, Георгий Победоносит. А это правда может быть Архангелом? А возможно, Георгий Победоносит. Как и Смечо? Да, он Смечо. Итак, Анастасия, кто же ответит на вопрос Александра Гетманчика из города Симферополь? Отвечать будет Евгений Загайнов. Наша команда посвящалась, мы думаем, что это Георгий Победоносит. Внимание на экран. Внимание, правильный ответ. Это святой Архангел Гавриил. И таким образом счет становится 2-1 уже в пользу телезрителей. Но у вас еще есть четыре вопроса для того, чтобы не только догнать, но и победить телезрителей. И поэтому я сейчас объявляю четвертый раунд. И следующее задание для своей команды выберет Нина Куранда. Вопрос номер 4. В Святом Писании, а именно во второй книге Ездры, рассказывается, как трое телохранителей царя Дария решили написать о том, что всего сильнее. Один из них написал «Сильнее всего вино». Другой написал «Сильнее всего царь». А третий написал «Сильнее всего женщины». А над всем одерживает победу истина. «Сильнее всего царя». Скажите, пожалуйста, через одну минуту, кто из юношей, согласно Священному Писанию, был прав? Время – одна минута. Мне кажется, что законы есть от Бога, и кто перечит закон, перечит Бога. Мне кажется, что третий, потому что истина все равно. Почему? Ну, может быть, потому что истина, это же, это всегда с Господом связано. А почему именно женщина синие? Почему женщина дает жизнь? Женщина несет себе ребенка. Женщина дает жизнь, потом женщина, она как бы вокруг ребенка. Да, да, да. А вино – это кровь Иисуса Христа? Ну, нет. Если оно освящено, тогда да. А может, он имеет вино в силе? Мне кажется, то, что третье, потому что истина. Поэтому второе. Потому что истина – это Господь. А может, вино, потому что кровь? Ну, может, что и второй, что как бы царь, женительный царя? Они не сказали, что носишься. Так. Третья вариант, все подходит. И говорили, что не полагайтесь на царь. Царь от Бога и тот, кто перечит. Давайте третий. Третий, да. Женщина и истина. Истина. Почему женщина сильнее? Почему сильнее всего? Почему сильнее всего? Анастасия Руксакова, капитан команды. Будет ли у вас ответ на этот вопрос? Да, будет ответ. И ответит на этот вопрос Куран-Данина. Наша команда посоветовалась, и мы решили, что это третий телохранитель, так как женщина дает жизнь, а истина вверх над всем. А истина прибывает и остается сильную век, и живет, и владычествует век века. И нет у нее ни лицеприятия, ни развлечения, но делает она справедливая, удаляясь от всего несправедливого и злоя. И все одобряет дела ее. Правильный ответ на этот вопрос. И поэтому счет становится до 2. Ничья! Немного осталось у вас вопросов для того, чтобы одолеть телезрителей, но давайте попробуем это сделать, не так ли? Я предупреждаю пятый раунд. Пятый вопрос для своей команды выбирает сейчас Вадим Попов. Вопрос номер одиннадцать. Это один из самых интересных вопросов лично для меня, потому что это вопрос выносной, он всегда выходит под красивую музыку, которая сразу придает силы всем знатокам, которые находятся за конкурсным столом. Итак, встречаем выносной вопрос. Отец Сергий Дубенчук из города Кременец Тернопольского района задает сейчас вам свой вопрос. Уважаемые знатоки, перед вами картина известного русского исторического живописства и патриотиста Эгинка Ивана Егоровича, академика Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Скажите, а что изображено на этой картине? Время! Время! это как меня с Владимира узнают, узнают, где какие люди. Покажите, покажите. Можно еще раз посмотреть? Владимир, это же на сцену. Застя, передавай, пожалуйста. Давай, давай, давай. Где-где? Возможно, это когда пришли обратно к Владимиру сказать, что это не русское. Нет, это все древнее и кажется, что с оператором каким-то. Я сам не пойму. Возможно, там византийских разных говорили, что это? Это немецкий пастор, это мусульмане. Они говорят, это Владимир к нему пришли сказать, где-то они же в разных одеяниях принять. И мы пришли выбор религии. Он выбрал, какую религию выбрать для Руси. И выбрал византийскую. Да, это... А где византийский этот? Матя стоит. Точно? Да, это выбор религии. Да, это когда-то Владимирова. Владимирова все. Выбор Владимирова религии для Руси. Капитан команды Анастасия Русакова. Кто же ответит, и мы надеемся правильно на этот вопрос? На этот вопрос отвечу я, капитан команды. Мы с командой посоветовались и решили, что на картине изображен выбор Владимирова религии для Руси. 3-2. Вашу пользу. Шестой раунд. Евгений Загайнов выбирает сейчас шестое задание для своей команды. Вопрос номер 8. Вам достался вопрос из номинации города в Евангелии. Жень, скажи, пожалуйста, а какой город твой родной? Феодосия. Ты родился в Феодосии? Да. И, может быть, ты даже знаешь, что означает имя этого города Феодосия? С древнегреческого переводится как Богом Данное. Богом Данное. Красивое имя, не правда ли? Да. А теперь, внимание, вопрос. Название этого библейского города относится к очень древним временам, когда городом владели племена Хананеев. У этих племен был языческий бог Плодородия. которого они называли Лехем – хлеб, то есть главная пища человека. В честь этого божества Хананеи выстроили храм, который в переводе на русский язык назывался Жилище Лехема. А уже по названию храма получил имя и сам город. Это было 3500 лет до Рождества Христова. Христова. Но потом Бог отдал эту землю богоизбранному народу Израиля. Хананеи были изгнаны из города, но название города осталось прежним. Дом хлеба или через минуту озвучьте всем известное название этого города. Время! Вавилон. В пятом классе изучали, что это двуречие 3000... Двуречие страна. А тогда столица была Вавилон. Вавилон. Да, Вавилон. Двуречие типа... Смотрите, двуречие я поняла. В этом классе хананская земля выводит израильтян? И в какую же страну он их ввел? В Ханан землю обитаван. Израиль находится там. Ханан. Нет, он вывозил их из Египта. Он рассказывал, как назывался город. Николай выводил из Египта. Но в этом-то суть. Да. Потому что это было. Ну, он их ввел туда. Ну, это земля обитаванная. Ну, обитаванная. Ну, что это? Вавилон. Какой же называется это? Вавилон? Вавилон? Ну, мне кажется, нет. Вавилон это двуречие. А не Вифлеем? Нет? Возможно? Нет. Хотя может быть. Как звали этого бога? Кто за Павлом? Лехем. Лехем. Хлеб. Подородья. Хлеб. Жилищие. Это что-то связано с храмом. И рекламом. Жилищие богатые храмом попробуйте. И прием? Вавилон. Жилищие. Если творечь, это значит, что-то... Давайте воспользуемся нашей комфортной функциональной. Давайте. Анастасия Русакова, капитан команды. У вас нет ответа на этот вопрос? Примерно ответ есть, но мы хотели бы воспользоваться данной нам возможностью. Какой? Не отвечать? Нет. Отвечать и воспользоваться подсказкой команды. Нет, это называется помощь клуба. Помощь клуба, Сантаков. 20 секунд. Время. Если, конечно, есть кто-то, кто сможет подсказать. Вавилон, Лефием, Иерусалим может. Дом хлеба. Лехем. 20 секунд и стекло. Время для помощи клуба завершилось. Итак, капитан команды Анастасия Русакова, кто ответит на этот вопрос? Причем, вы обратите внимание, пожалуйста, я не говорю, что вам оказали правильную помощь. Помощь, может быть, двоякая. На данный вопрос отвечу я, капитан команды. Мы считаем, что это город Вавилон. А так все красиво начиналось. В переводе с древнего языка жилища Лехема или город Хлеба это город Вифлеем, где родился Господь, Спаситель наш Иисус Христос. Счет становится 3-3 ничья. Я объявляю музыкальную перемену. Для вас поет группа Петропавловская песня. Музыка и стихи Михаила Спельника. Песня называется «Ночь, тишина у Киота». Ночь, тишина у Киота, Тихо лопада сияет, Светлый, радостный кто-то, Детский покой Охраняет. Очи, как звезды мерцая, Дивную плеч от красою, Кудри до плеч не спадая, Темною бьются волною. Он из-за звездного мира. Мир по-небесу явился, Рея в пространстве эфира, к детской постельке спустился. Век прелом белоснежный милые сонные глазки. Голосом тихим и нежным шепчет он дивные сказки. о-о-о-о-о-о. Субтитры делал DimaTorzok Уважаемые знатоки! Представляем вашему вниманию русскую народную сказку «Курочка ряба». Жили-были дед и баба, и была у них курочка ряба. Баба курочку любила, рябу зернами кормила. Цып-цып-цып, на, поклюй-ка, рябушка, ты из рук у бабушки. Приносил я ей напиться родниковую водицу. На, водицы-то испей, сердцу будет веселей. Я живу в тепле и ласке, ну не жизнь, а просто сказка. А за добрые дела каждый день я им несла яйца свежие к обеду и кормила бабу с дедом. Ну а нынче удружу, я им чудо покажу. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, чудо делать нелегко. О, ну да я смогла, золотое яйцо снесла. Что за чудо, глянь-ка, баба! Ой, снесла яичко ряба золотое на обед. На-ка, вот, разбей-ка, дед. Постучу легонько ложкой по яичку я немножко. Не разбил, ударю силой. Ну никак, не тут-то было. Тут, видать, нужна смекалка. Вот возьму я с полки скалку и за всей ударю силы. Что за дива, не разбила. В темном подполе в избушке скучно мышке жить наружке. Вот и вышла погулять, хлебных крошек поискать. Знаю, невелик мой ростик, но зато длиннющий хвостик. Быстро хвостиком махну, живо на пол все снесу. Что хотели, то случилось. Вот яичко и разбилось. Ой! Отчего ж ты плачешь, дед? Ты разбила мой обед. Надо же, и баба плачет. Кот куда? Что там рябушка кудахчет? Полно плакать, это горе, позабудите вы вскоре. Угости-ка лучше, баба, ты зерном отборным рябу. Принеси-ка, дед, на пицце родниковую водицу. Убедила бабушку, вот те зерна, рябушка. Трудно тут не согласиться. На, дружок, и спей водицы. Кот куда? Вот вам простое. Кушай, баба, кушай, дед, и живите много лет. Вот спасибо, рябушка. Внимание, вопрос. Скажите, какой сюжет из книги «Бытие» вам напомнила эта сказка? Кого символизируют дед и баба? А что означают простое и золотое яйцо? Итак, минута на обсуждение, время. А помните, когда они пытались разбить яйцо, а мышка подбежала, разбила, и они сразу заплакали? Что имеем нехранимо, потерявшим плачем. А что имеем нехранимо, потерявшим плачем? Это Ветхий Завет. Ну, в общем, тогда же, как бы, можно сказать, что мышка – это как бы Соломон, бабы, деды – это две жены, которые… А вот яйцо – это как бы само яйцо, это как бы ребенок, которого они пытались разделить. В общем, в конце концов, они получили каждое, что хотела, да, забрала ребенка, вторая избавилась от него. Ну, она не знала. Долго, варианты другие есть? А в конце концов, яйцо разбили, а потом курочка снесла новая. Нет, а возможно… Потому что не всегда, что мы хотим, нам нужно. Так именно сюжет. Нам нужно, не смысл, а… А сюжет там был. Ну, смысл-то нам тоже нужно, что… Что, бит-бытие, может быть, это как-то связано с пропадением? А возможно, вот тут как раз, помните, билось, дед и бабушка, они большие, мышка маленькая. Ну, конечно, правда сказать, среди всех показанных за прошедший месяц вопросов, пожалуй, эта история на заданную тему была самая интересная, самая зрелищная. И не только потому, что там был кукольный театр, но и потому, что там было очень много скрытых смыслов. А ведь, в общем-то, в этом и заключается наша цель постижения основ православной культуры – прочитать те смыслы, которые содержатся для каждого из нас в Священном Писании. Итак, скажите, какой библейский сюжет вам напомнила эта сказка? На этот вопрос будут отвечать за русские пылья. Я бы хотела ответить на вопрос, что символизирует каждый из персонажей. Это просто две жены. Яйцо – это ребенок, а мышка – это Соломон. А мышка – это Соломон. Так как в этой притче про Соломона и двух жен, получается, что каждый получил, что хотел. Одна жена, можно сказать, избавилась от ребенка. То есть одна жена получила ребенка. Илья, вы хотите сказать, что это про суд, праведный суд царя Соломона? Ну что же, давайте послушаем сейчас ответ команды, которая показывала вам эту историю. Это была первая глава книги «Бытие». Дед и баба – это Адам и Ева. Золотое и простое яйцо – это образ земли и рая. Золотое яйцо – это образ рая. Простое яйцо – это мир, куда были изгнаны Адам и Ева. Ну что же, ответ, как мы сейчас, дорогие телезрители, услышали, был несколько отличным от того, какой замыслили себе авторы этого вопроса. Совет Старейшин в недоумении. И поэтому сейчас он удаляется в комнату для совещания. После этого совещания представитель Совета Старейшин, отец Алексей Естапов, скажет нам сейчас вердикт Совета Старейшин. Да, ну хочется обратить внимание, что действительно вопрос был задан следующим образом. На какой сюжет из книги «Бытие» была показана вот та сценка, которую вы увидели. Вы, видимо, прослушали, что это книга «Бытие», и почему-то вас отвлекло вдруг на Соломона. Потом на образ двух женщин, которые вы там увидели. Ну, что хочется сказать. Если строго судить, то, конечно, ваш ответ неверен. Но версия ваша нам, Совету Старейшин, весьма симпатична. И поэтому мы просим ведущего быть благосклонным к вам и все-таки засчитать ваш ответ как верный. Ну что же, дорогие знатоки, мне не остается ничего другого, как прислушаться к просьбе Совета Старейшин и зачитать сейчас ваш вопрос таким образом, чтобы получился счет 4-3 в пользу знатоков. Через несколько секунд, уважаемые знатоки православной культуры, скажите, какой же вопрос вызвал у вас наибольший интерес? А в это время Совет Старейшин решит, кто же сегодня был лучшим знатоком православной культуры и озвучит нам вердикт Совета Старейшин Андрей Викторович Жадан. Последний вопрос, да, он был необычным и интересным. И очень интересным, сложным довольно. Довольно-таки сложным, да. Так как он был запутан по всему, по всем счалам. Да, не нужно было бытие просматривать. Так как он был запутан по книге бытие, и нужно было бытие сложнее вот настолько. Уважаемые знатоки, какой же вопрос сегодня вызвал у вас наибольший интерес? Мы с командой решили, что самым интересным вопросом был последний вопрос от команды города Судака. Тогда им ваши аплодисменты. Андрей Викторович Жадан, представитель Совета Старейшин, скажет сейчас, кто был сегодня лучшим знатоком православной культуры. Лучшим игроком сегодняшней игры была Русакова Анастасия. И мы вручаем ей книжку «Праздники православной церкви». Уважаемые телезрители, ну а на этом мы завершаем сегодняшнюю нашу встречу вместе с вами и со знаменитыми православной культурой для того, чтобы расстаться ненадолго, ровно на неделю. Как всегда, хочу напомнить вам наш адрес, по которому наши знатоки будут ждать ваших новых вопросов. Пишите нам по адресу Российская Федерация Республика Крым, город Симферополь, почтовый индекс 295-011, улица Героев Аджимушкая 9-11. А сейчас перед вами наш адрес в интернете, который поможет любой команде подготовиться к конкурсу знатоков православной культуры в классе, школе, районе, городе, республике, федеральном округе. Это www.zamtaki.artox.ru А также расскажет вам о нашем телепроекте, который, напомню, в этом году уже перешагнул через первое десятилетие. До новых встреч, ангелы-хранители, всем вам. До свидания. Не забудьте включить через неделю ваши телевизоры на нашем канале. Продолжение следует...